Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим машинно-аппаратурные схемы линий формования шоколадных изделий с начинками. В современном кондитерском производстве формование шоколадных изделий осуществляется на специальных автоматах, представляющих собой комплекс технологических машин, последовательно соединенных между собой транспортирующими устройствами. Поэтому правильнее было бы их называть не автоматами, а поточными линиями для формования шоколадных изделий. Основным способом формования шоколадных изделий является отливка шоколадных масс в металлические, пластмассовые формы, в крахмальные формы. В зависимости от вида шоколадных изделий, поточные линии для их формования можно разделить на три группы. Первая группа – поточные линии для формования шоколадных изделий без начинок, поточные линии для формования шоколада с начинками и изготовления пустотелых шоколадных фигур, Универсальные линии для изготовления шоколадных изделий как с начинкой, так и без начинки Принципиальная схема формования шоколадных изделий ассорти с начинкой Во всех поточных линиях технологии изготовления шоколадных изделий ассорти с начинкой принципиально одинаковы На схеме показаны основные технологические операции изготовления этих изделий Формы с фигурными ячейками подаются под отливочный механизм АВ, затем в вибрационное устройство и на опрокидыватель В, где наполненные формы перевертываются дном вверх. Около 70% массы при этом выливается из ячеек, а на стенках остается небольшой слой. Далее формы поступают в центробежную машину, где слой шоколадной массы выравнивается и достигает толщины 1,1 мм. Затем формы проходят через охлаждающую камеру. После очистки формы подаются под отливочные механизмы Г для заливки начинки в ячейки, стенки которых покрыты застывшей шоколадной массой. При этом ячейки заполняются начинкой не до краев, с тем, чтобы осталось место для последующей заливки донышка шоколадных фигурок. Заполненные начинкой формы проходят через вибратор и охлаждающую камеру. Далее форма подается под электродвигатель, который подогревает и размягчает верхние кромки шоколадной оболочки ячеек. После этого форма поступает в отливочную машину для заливки шоколадной массой донышка изделия. После удаления с поверхности и боковых сторон формы излишка шоколадной массы, установленными на машине скрипками, формы поступают в охлаждающую камеру, из которой передаются на машину для выборки изделий из ячеек. Рассмотрим машинно-аппаратурную схему линии для производства шоколадных изделий с начинками. По компоновке эта линия представляет собой замкнутую в горизонтальной плоскости двухлинейную систему машин. Формы к транспортерам не крепятся. На линии можно вырабатывать шоколадные изделия с начинками, батоны, ассорти и без начинок, плиточный и узорчатый шоколад, медалики. При изготовлении шоколада с начинками линия работает следующим образом. Пустые формы, проходя по транспортеру 2, поступают в подогреватель форм 3, длиной 10 метров, разделённый на две зоны. На этом участке формы подогреваются в течение 2 минут до 28-30 градусов Цельсия, горячим воздухом температурой около 70 градусов Цельсия. Ячейки подогретых форм с помощью многопоршневой двухсторонней отливочной машины 4 заполняются порциями шоколадной массы. При помощи двух групп поршней по 36 в каждой машина дозирует массу одновременно во все ячейки форм. Для направления шоколадной массы точно в ячейке служат пронумерованные для каждого вида изделий съёмные пластины. Отливочные машины такого типа позволяют использовать формы с любым расположением ячеек. Отливочная машина имеет обогреваемую водой воронку, внутри которой вращается мешалка с лопастью, зачищающей стенки воронки. Температура воды, циркулирующей в водяной рубашке воронки, поддерживается на заданном уровне автоматически посредством электрического подогревателя с термостатом. К отливочной машине темперированная шоколадная масса подаётся из автоматической темперирующей машины по трубопроводу с водяной рубашкой, который заканчивается трубчатым фильтром. Формы, заполненные шоколадной массой, проходят через вибрационный стол 6 с четырьмя группами вибраторов, уплотняющих и развивающих шоколадную массу в формах, а также удаляющих из массы пузырьки воздуха. Затем в опрокидывателе 7 формы переворачиваются на 180 градусов и в этом положении проходят через вибратор 8 для удаления излишков шоколада в ячейках и образования оболочки изделия. Затем формы переходят на вибратор 10, который сообщает им круговое колебательное движение с целью выравнивания толщины оболочки. Шоколадная масса, удаляемая из форм, накапливается в ванне и перекачивается насосом 9 обратно в темперирующую машину. Затем формы переворачиваются устройством 11 на угол 180 градусов, занимая первоначальное положение ячейками вверх. Излишки шоколада с поверхности форм снимаются специальным зачищающим волковым механизмом 12. Он состоит из вращающегося навстречу движения форм полого металлического волка, который плотно прижимается к поверхности форм. Захватываемая волком шоколадная масса счищается с его поверхности ножом и отводится при помощи шнека в приемник. Очищенные формы передаются далее в вертикальную охлаждающую камеру 13 шахтного типа. Затем поперечным цепным транспортером 14 с гонками формы передаются на вторую ветву линии котливочным машинам 15 для заполнения форм начинкой. Затем поперечным цепным транспортером 14 с гонками формы передаются на вторую ветву линии котливочным машинам 15 для заполнения форма начинкой. Пройдя вибротранспортер 16 для уплотнения начинки формы поступают в вертикальную охлаждающую камеру 17. После нее формы проходят через электрический подогреватель 19 для оплавления кромок оболочки изделия, что способствует более надежному соединению ее с донышком, заливаемым на отрывочной машине 21. Загрузочная воронка этой машины снабжена трубчатым фильтром 20. Далее формы проходят через вибратор 22 и поступают на механизмы 23, где их поверхность очищается пластинчатым ножом. Очищенные формы проходят через вибротранспортер 24 и с него передаются в основную охлаждающую камеру 25 шахтного типа с автоматическим регулированием температуры. За охлаждающей камерой установлен механизм 26 для накладки на формы пластмассовых или картонных листов, заранее уложенных в кассету. Форма, накрытая листом, переворачивается кантователем 27 на угол 180 градусов и передается на вибрационную выборочную машину 28. Готовое изделие отводится транспортером 29, а освобожденные формы проходят через кантователь 1, поворачивающих их в исходное положение ячейками вверх, и поперечным транспортером возвращаются на первую ветвь по точной линии. Для производства изделий без начинок на транспортер 2 устанавливают соответствующие формы, ставят на отливочную машину пластину требуемого профиля и регулируют по ней работу насосов. Для отливки изделий используют отливочную машину 4 или одну из машин 15 для заливки начинок. В последнем случае опрокидыватели, вибраторы, устройство для зачистки форм, первая и вторая охлаждающая камеры и другие механизмы не используются. В остальном процесс ведется так же, как описано выше. Для приготовления плиточного шоколада с начинками на транспортер 2 устанавливают соответствующие формы и используют механизмы линии так же, как при производстве батонов или ассорти с начинками. При приготовлении шоколада с твердыми добавками процесс ведут, используя лишь участок подогрева формы и механизмы второй ветви линии, начиная с отливочной машины 18. В этом случае порции дробленого или целого ореха и другие добавки смешивают с шоколадной массой непосредственно в снабженной мешалкой приемной воронки отливочной машины 18. Добавки вводят при помощи установленного над отливочной машиной механического дозатора карманного типа. Отливочная машина имеет 16 поршней диаметром 40 мм и широкие выходные подрубки прямоугольного сечения. Такая конструкция машины позволяет легко дозировать смесь из шоколада с целым или дробленным ядром ореха, изюмом и тому подобное. При использовании целого ядра и добавок крупного размера, вибрация форма перед охлаждающей камерой должна быть особенно интенсивной. Чтобы происходило максимально возможное выравнивание внешней поверхности изделий. Привод линии А осуществляется от общего электродвигателя. От него движение передается на отдельные машины через редуктор 30 посредством карданных валов, обеспечивающих синхронную работу всех механизмов линии. Самостоятельные электродвигатели имеют только отдельные вспомогательные механизмы – вентиляторы, насосы и тому подобное. Пуск линии и контроль за ее работой осуществляется с центрального пульта управления, на котором смонтированы пусковые устройства и лампы, сигнализирующие о нарушениях режима работы устройств линии. Привод имеет бесступенчатое регулирование скорости – от 8 до 20 форм в минуту, осуществляемое с помощью двух кнопок – больше – меньше. Производительность линии зависит от количества заполняемых в минуту форм и от массы изделий в одной форме. С одной формы можно получить 12 плиток шоколада с начинкой – 1200 грамм, 7 плиток шоколада с орехами – 700 грамм, 80 штук ассорти – 800 грамм, 16 батонов – 800 грамм, 90 штук узорчатого шоколада – 225 грамм. При нормальной скорости конвейера, обеспечивающей заливку 15 форм в минуту, производительность автомата соответственно будет 1080, 630, 720, 720, 202 килограмма в час. Конфеты, ассорти и шоколадные батоны формуют на автоматах. Принципиальная схема такого автомата представлена на экране. Из-за темперирующей машины 1 шоколад попадает в отливочную машину 2 для изготовления оболочки. Подогретые формы с транспортера 19 непрерывно поступают под отливочный механизм машины 2. Заполненные шоколадом формы, пройдя вибротранспортер 3, опрокидываются с помощью специального устройства. Шоколад из формы выливается, остается лишь небольшой слой у стенок формы. Затем формы подвергаются вибрации, вращению и встряхиванию на машине 5. При этом толщина шоколадной оболочки выравнивается, а очистительное устройство 6 зачищает края формы, продвигающиеся далее через холодильную камеру 7. В ней оболочка затвердевает. Из холодильной камеры формы поступают к отливочной машине 8 для заполнения их начинкой, но не до верха формы. Равномерное распределение начинки и ее разравнивание внутри оболочки происходит на вибротранспортере 9. В холодильной камере 10 начинка охлаждается. Далее система транспортеров передает формы под электроплиту 11, где оплавляется кромка шоколадной оболочки. Отливочная машина 12 заполняет шоколадом оболочку с некоторым излишком. С помощью вибратора 13 поверхность жидкого шоколада выравнивается и удаляются воздушные включения. Транспортер 15 продвигает формы в вертикальный холодильный шкаф 16. Здесь шоколадная масса затвердевает, образуя донышко. Выколоточное устройство 17 освобождает формы от изделий, и они транспортером 18 выводятся из автомата. Пустые формы поступают на транспортер 19, на котором подогреваются теплым воздухом. Воздух подается вентилятором 20. Такие автоматы позволяют выпускать шоколадные конфеты ассорти с твердыми, полужидкими, густыми и жидкими начинками, батоны с густыми начинками. Конфеты ассорти относятся к группе шоколадных изделий, поэтому содержание шоколада в них не ниже 50%. Основу их производства составляет получение шоколадной оболочки. Она для всех видов изделий готовится одинаково, из шоколадной массы с содержанием жира 35%. Толщина оболочки зависит от вида начинки. Для жидких начинок толщина оболочки большая, для твердых – меньшая. Наружная толщина оболочки достигается путем регулировки режима работы центробежной машины 5, в зависимости от вязкости массы. Вязкость же зависит от влажности массы и от доли какао тертого в шоколадной массе. Практика показывает, что лучшей является масса с содержанием сухих веществ в более 99,2%. Чем постояннее вязкость шоколадной массы и чем точнее поддерживается температурный режим, тем реже приходится прибегать к регулировке вращения форм в центробежной машине. Равномерность толщины оболочки существенно зависит от температуры в помещении. При низкой температуре в помещении форма за время ее движения к отливочной машине остывает. Масса в формах быстро затвердевает на кромках оболочки, и ее толщина оказывается не одинаковой. Техническими условиями предусматривается, чтобы в конфетах ассорти было не менее 4 разных начинок. В автоматах обычно имеется 6 отливочных машин для начинок, которые могут работать как все одновременно, так и любое их количество в различных сочетаниях. С учетом того, что конфеты ассорти укладываются в коробке, целесообразно формы для конфет располагать в рамке так же, как они будут размещены потом в коробке. В отливочных машинах в рабочее положение следует устанавливать только часть дозирующих поршней и включать в работу такое количество отливочных машин, сколько видов начинки будет в наборе конфет. Такой порядок работы позволит наиболее просто и эффективно осуществить их укладку в коробке. Количество начинки должно точно дозироваться в оболочку, так как избыток ее не позволит хорошо закрыть оболочку донышком. Если же в оболочку дозируется мало начинки, то получается очень толстая шоколадная донышко. Для донышка обычно применяют шоколадную массу с несколько большим содержанием какао-масла, до 41%. При окончательном охлаждении готового изделия оно не должно переохлаждаться, так как это приводит к микротрещинам. Рассмотрим некоторые особенности работы с начинками разной структуры. Твердые начинки готовятся на основе твердого жира с минимальным его содержанием в 30%. При температуре выше 25 градусов Цельсия такая начинка жидкая. После охлаждения жир в начинке становится твердым. Все твердые начинки перед подачей в шоколадную оболочку темперируются, а формы после заполнения подвергаются вибрации. При работе с полужидкими начинками, основу которых обычно составляет помада с 15% патоки по отношению к сахару, подвергать формы вибрации не обязательно. Такая начинка при температуре 30 градусов Цельсия льется непрерывной струей и принимает форму оболочки. Жидкие, чаще всего ликерные начинки содержат сахар, патоку, спирт и вина. Спирт в этих начинках определяет основной вкус изделия. Для жидких начинок лучше всего применять 60% спиртовые вещества, не вступающие во взаимодействие с шоколадом. В ликерных начинках спирта не более 21%. При большей доле при хранении происходит деформация шоколадной оболочки и она волнообразно втягивается внутрь. В жидкой начинке сахароза должна образовывать насыщенный или слегка пересыщенный раствор. Если раствор ненасыщенный, произойдет растворение сахара в шоколадной оболочке и на поверхности изделия образуются капельки начинки. При слишком пересыщенном растворе на внутренней поверхности шоколадной оболочки при хранении образуются крупные кристаллы сахара, ухудшающие вкус изделия. При нанесении донышка на ликерную или другую жидкую начинку существенное значение имеет плотность шоколадной массы и начинки. Обычно плотность начинки меньше, чем шоколадной массы. В этом случае необходимо либо на поверхности начинки при охлаждении создать корочку, либо поверх начинки ликерной нанести тонкий слой какао-масла и дать ему застыть. Только после этого можно нанести донышко из шоколадной массы. Шоколадные батоны массой по 50 грамм производят с теми же твердыми и полужидкими начинками, что и конфеты ассорти. Они отличаются лишь формой и размерами. В этом видео мы рассмотрели машинно-аппаратурные схемы линии формования шоколадных изделий с начинками. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, поделитесь этим видео с людьми, которым оно могло бы быть интересным. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!